В Бразилии с начала пандемии вирус выявили у более чем 6 миллионов человек. Сейчас страна столкнулась со второй волной коронавируса. Хотя некоторые специалисты отмечают, что, быть может, это все еще продолжение первой волны. Как бы то ни было, в республике снова разворачивают полевые госпитали. Такая клиника, например, появилась в Сан-Паулу. По словам местных медиков, люди просто игнорируют просьбы властей о необходимости соблюдения мер предосторожности. И как результат ежедневный прирост увеличивается. Мест в больницах не хватает. Ранее было уменьшение. Большое падение числа новых инфицированных. Однако сегодня мы снова видим рост госпитализации из-за того, что люди расслабились и перестали использовать маски. Президент Бразилии, который, кстати, переболел COVID-19 и, тем не менее, до сих пор отрицающая опасность вируса, не собирает прививаться. Видя обращение народу, Болсонару призвал не драматизировать ситуацию и заявил, что требовать от граждан вакцинироваться он не будет. Более того, глава страны дал понять, что сомневается в эффективности ношения масок в качестве средства защиты от заражения. А вот в Мексике за сутки вирус выявили у 8 тысяч жителей. Не справились с болезнью 645 пациентов. Всего же с начала пандемии вирус у нее жизни более 100 тысяч человек. Хуже статистика лишь в США, Бразилии и Индии. Кроме того, в Мексике от осложнений COVID-19 умерли больше медиков, чем в других странах мира. Об этом сообщают правозащитные организации. Ожидается, что массовая вакцинация против COVID в стране начнется уже в середине декабря. Сейчас мексиканские власти ожидают сертификации одного из препаратов, разрабатывающихся в США и Европе. Кроме того, в Мексике протестируют российскую вакцину «Спутник Ви». Люди не чувствуют себя в безопасности. Никто не знает, когда он может заразиться. Это может произойти где угодно. А возможно, вы и сами являетесь переносчиком вируса. Я считаю, что мы должны соблюдать протоколы, установленные нашим правительством. Похожая ситуация в Аргентине. Там также за день стало на 8 тысяч инфицированных больше. А с начала пандемии заразу подхватили почти 1,4 млн аргентинцев. Последние недели власти, тем не менее, начали понемногу ослаблять карантинные меры. Ввиду последних событий, смерти Диеги Марадоны, эпицитуация в Буэнос-Айресе может ухудшиться, опасаются специалисты. Попрощаться с легендой футбола на улице столицы вышла огромная толпа. При этом о социальной дистанции речи не было. Многие были без масок. Несмотря на все предпринимаемые меры, на пути к президентскому дворцу, где проходила гражданская панихида, сразу же образовалась гигантская очередь. Толпа в несколько тысяч человек растянулась на 7 кварталов. Да, риски во время пандемии есть. Дистанцирования никакого нет. Но мы не могли не попрощаться с ним. Вот так вот, Вера, обстоят дела в странах Латинской Америки. Передаю слово вам. Спасибо большое с международным блоком о ситуации с коронавирусом в мире, рассказала Асем Хасенхо.